МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот снимочек с Гусарова-22 и язвительно написала в комментариях. М-да, перестарались на детской площадке с песочком. Ну, а Жанна Гараева утверждает, вполне возможно, в этом году будет второй урожай Виктории. По крайней мере, она вновь цветет на грядках у нее на даче. Вот сейчас светофорное пересечение улиц газеты «Звезда» и «Краснова» ничем не отличается от сотен других пермских светофоров. Но буквально несколько часов тому назад он регулировал дорожное движение из положения лежа. Кто-то его сбил. Дорожные службы приехали оперативно и все восстановили. Если приглядеться, прекрасно видно следы свеженькой сварки. Но у нас есть фотография от нашего телезрития Владимира Баева. Вот так это выглядело, когда он лежал и все равно старательно работал. Многие пермяки получили вот такую вот СМС-рассылку. МЧС России сообщает, в ближайшие сутки ожидаются в крае грозы. И сильные дожди, и град, и ветер 25 метров в секунду. В общем, сплошные стихийные бедствия. Правда ли это? И чего вообще в ближайшее время ждать от погоды? Ответ, как всегда, знают специалисты Пермской гидрометеослужбы. Мы передали штурмовое предупреждение. У нас сложились условия для возникновения гроз со шквалистым усилением ветра, градом и ливнями. Но они будут локальными, потому что они не связаны с фронтами. Это внутримассовые грозы. А что ждать вообще от погоды? Обещают страшную жру. Будет ли она? Да, действительно, у нас сейчас идет температура воздуха. Мы ждем в ближайшие дни на 8 градусов выше нормы. Жара будет, если завтра у нас в городе будет 28-29, последующие дни 30, потом 32 градуса. Жаркая погода сохраняется. И, пользуясь случаем, мне бы хотелось еще сказать о пожароопасности. Из-за очень продолжительного периода, такой сухой и жаркой погоды, у нас на территории края сложилась чрезвычайная пожароопасность. Поэтому нужно быть крайне осторожным в обращении с огнем. Впереди выходные. Провести их интересно, позитивно и весело. От души желают вам Игорь Гиндис и Степан Пепеляев. И на этом съемочная бригада дежурного заканчивает свою работу. Ну, а наша информационно-справочная служба 2-630-300, как всегда, отдыха не знает. 24 часа в сутки мы ждем ваших звонков. Заходите на наш сайт refey.ru. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Ждем с нетерпением. Увидимся в понедельник, а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока.